Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 110. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 30 марта 2016 года. Ну вот, посчитайте, что это. Как эпиграф взятый к утреннему отчету. Дальше. О том, что я в контактах не бываю сами, чтобы заходили на наш форум. Я просто проведу быстрее. И вот объявление, чтобы помогли краткое содержание роликов создать. Себе тормозните и просчитайте. У нас времени нет на это. На какой минуте, что тут делали. Сейчас в последнее время не помогает никто. Люди-то тоже на работе. На бумаге-то легко это делать. Ну и вот это вот перевести, насколько это возможно. Второй сайт создали, а там какие-то иероглифы открываются. Сказал уже, вторая неделя не может сделать. Почему? Кто занимается этим, а за ним сайт. Модератор там, администратор. Он в командировке. Ну не все просто так. И занятия идут вот где. Вот вчера, что у нас было? Гордеев Михаил, хотелось бы услышать Ваш комментарий по поводу вчерашнего выступления святейшего патриарха Кирилла на Первом канале. Ну я нашел где. Вот оно как называется. Посмотрите сами. Выступление патриарха Кирилла в Московской городской думе. Ну и вот это вот, зарядите по-русски просто в Ютубе, зарядите. И вот это вот, если нет, так вот набирайте этот номер или какая. Дальше. И главное, комментарий к этому видео отключено. Я этого даже не знаю, как это так. Вот бывает некоторое, звонишь, даже вот, телефон отключенный. А почему? Ребенок спит. Ну и пусть он спит. А почему отключен это? Мобильно отключили. Да это уже не ребенок, это идол. Это ты знаешь, что до утра тобой никто, никто не будет нуждаться. Ну как это так? Ложиться спать, все отключил. Это вообще я не понимаю, не только не христианское, это просто не человеческое отношение к своей жизни. Он знает, никому не нужен. А телефон узнает, будет звонить. Я скажу просто, что мой телефон более даже известный, чем у губернатора любого. А почему? В каждой книге мой телефон, в роликах здесь показывает свой телефон. Понимаете сколько? Объявление дело о детском лагере, везде газета. 116 тысяч экземпляров, газета одна. Печатается обратным телефоном. А тут будут звонить. Бывает, когда попы обозлятся и своих детей натравят, они тогда звонят, матерятся. Ну и это вскоре кончается. Так и телефон-то у меня не два дня. И что, каждый день звонят? Нет, нету. Это Бог так делает. Довериться надо. Ну я отвечаю. Чтобы дать комментарий на ролик с вступлением Патриарха, мне нужен собеседник, который в Ютубе здесь, задаст мне этот вопрос и будет внимательно слушать. Не перебивая и слушать спокойно до конца мой запрошенный ответ. Вы просите. Я сразу этому человеку дал знать вот такое. Ну считайте, ничего, ответа никакого нет. А я думаю, вот что я скажу, если говорить на эту тему буду. Вчера это было. А Патриарха выступал позавчера всего. Это не каноническая книга, но она в Библии. Начальствующим будет что? Но начальствующим предстоит строгое испытание. Вот что надо помнить. Ты припаяшь чресла твои. Это Патриарха говорит. И встань, и скажи им все, что я повелю тебе. В немалодушиство перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. С кафедры так и свалишься, как блин с лопаты. Не заигрывай, не строй им глазки. Иван говорит, Луки, нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И будут взрывы метро и Каширское шоссе, в котором дома валили. И опять Господь говорит, говорю вам, что? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Я посмотрел, Патриарх на кого похож. Есть фильм такой, зарядите, преобразующий время. Выступает профессор в семинарии, там в Англии где. Говорит хорошо, но не ко Христу не привязывает. Будьте какие, ну будьте такие, это будьте такие, это. Но дальше-то надо ко Христу привязывать. Наконец-то машина времени переносит на столетие вперед. Он видит плоды, которые выросли. Вот Патриарх именно этот главный герой этого фильма. Я уже ролик выставил, можете смотреть. Александр Самогин. Игнатий Тихонович, если бы вам предложили талант знания Библии, поменять на талант любви, вы согласились бы? Ну талант, талант значит знания Библии, талант любви. Я вас сюда вижу так, кто-то говорит, что Игнатий Библию-то знает, а любви-то он не имеет. Это было там Нестерка такой фильм, одно время показывали. И его испытывают. Скажите, вот шли бы вы и нашли бы два мешка. В одном мешок золото, а в другом мешок знания, ума. Ну и все понимают, что. Что взять? Ума. Он говорит, я золото взял. Почему? Ну каждый берет то, чего у него не хватает. Просто и понятно. Ну вот как Елизаров поступил, когда в школу, и над ним смеялись. Он пошел-то на три года позже. Ну он сидит среди них, как каланчата. Вот директор, учитель ведет занятия и задает, говорит, вопрос. А килограмм ватт или килограмм железа? Что больше весит? И все кричат, железо, железо ему. Вот так. Но скоро смеяться перестали. Он один год три класса кончил, и дальше всемирно известный профессор. Почему? Еврей, умные люди, косник. Дальше. Вы истинного христианина, это нераздельно. Да. Это то и другое должно быть вместе. Талант любви, без этого никуда. И талант знания Библии. А это иначе и то, и другое у тебя мертвое будет. Андрей Недоступ. Мир вам, Сергей. С недавнего времени... Это он переписывался с Сергеем Козловым и меня выставил. С недавнего времени начал просматривать ваши ролики на канале. До этого и в нынешнее время смотрю канал Игнатия Тихоновича. Я с Харькова общаюсь с Александром Лобощевым. Ходим вместе в храм. Вы как-то общались по скайпу с ним. Хочу задать вопрос и узнать ваше мнение. Размышляю в течение года и молю Господа, чтобы дал мне ответ. У меня частная привоварня. Занимаюсь пивоварением. Угодно ли это Господу и как повлияет на мое спасение? Можно ли ссылаться на Евангелие от Иоанна 2.1.1? Он мне задавал, а теперь дальше. Сергей парализован, отвечает. Мир утопает в пиве. Если не остановитесь и не принесете достойный плод покаяния, погибнете, как развратитель. Горе мира от соблазна, ибо надо бы прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого предсоблазн приходит. Понятно. Парализованный, немощный. А ответ-то какой-то. Он одним этим вопросом, ответом, говорит, патриарху сто очков вперед дал. Вот как надо было отвечать в Думе-то. Я такой же задал вопрос Сергея. Вот ответ Господа через него. Это он мне говорит. А я вообще, наверное, показали, мне ролик скинули. Вот такой вот, считай. Аман Гумирович Тулеев, губернатор Гемеровской области об Иисусе. Что он стал христианином? Я этого не слышал. Но говорит об Иисусе, как вот показано. Задарядите по-русски вот эти слова. И там вы увидите. Действительно. Ну, кто его знает ближе-то. И тут же показывает решение, какие-то там жихадисты в Чечне, Дагестане, убить его. Это они, согласно своей священной книге, говорят. Убить его. Это он с 44-го года, 72 года. Она, наверное, уже уходит. Я посмотрел, где он выступает. Как говорит, какой душевный человек. Вот это Агафья Лыкова, он вертолетом посылает продукты. Она ему обратно говорит. Но, оказывается, как его... И это, губернатор-то. Губернаги. Губернаги. Ни отца не звать, ничего. А для благозвучности. Говорит, избрал другой. А там не выговоришь, какой есть. Я тоже первый раз встречаю. Ну, интересный очень человек. Очень интересный. Хотел бы встретиться. Роман Ромашов. В православии есть много пророчеств о том, что, когда придет антихрист и введет свою печать, без которой человек не сможет жить в миру, так как нельзя ни оплатить счета, ни купить, ни продать, то люди, не принявшие антихриста, будут уходить в Сибирь. Исходя из этого, думаю, важно создавать православные селения в Сибири, в которых можно жить максимально без благ цивилизации, то есть без света, автомобилей, тракторов и прочей современной механизации и технологий. Не то, чтобы уже сегодня совсем отказаться от всего, но уже создавать возможность для такого попроживания. Вот именно и интересен меня Стерлигов тем, что уже сегодня пропагандирует подобное. Жаль, что он церковь не признает. Думаю, было бы полезно соединить усилия в этой идее и православным. Тем более Стерлигов не против. Не против. Вы понимаете, идея, все это идея. Еще хлопнули, а там что у него делалось-то? Все заколотил, продает имение и уже в Карабахе сидит. Стерлигов ничего не создаст. Он разрушитель с большой буквы. Он вообще верующих нигде не знает. Церкви нету. Он один, и где-то один епископ еще есть. Но еще непонятно, что говорят. А рога и хвост тут торчат. Все еретики, до одного еретики. Даже и старообрядцы, которые вообще еретиками всех считают. Так он и их считает еретиками. Вообще. У него главное, чтобы никто денег у него не просил. Вовремя сумел деньги-то оторвать через свое. Алису-то? И хвост под себя поджал. У него ничего нету. Ни духовного, ни телесного. Нигде никого нету. А что он не образует общину-то? Ну пускай образует. И какие-то принципы. А у него работает там туркмены. Ну что? Его спросили. А я им о Боге никогда не говорю. А зачем? Они по-своему говорят. Вот тут и оно. А потеряевка-то поставила правило какое. Православные все ходят в храм. Молятся. Исповедуются. Причащаются. И далее все говорится, как вести себя. Какие труды. Пожалуйста. И дальше говорит. Мир, Магнат Тихонович. Хочу изложить малому идею. Идею. Понимаете? А что такое идея? Ну-ка, Никита, покажи, что такое идея. Как понять? Вот когда мы идем, и такое растение с шишечками. Ну я его стрелаю и детям показываю. Вот это идея. Как нарушишь этой шишечки, она больно так бьет. Это идея. Хоть и понимаю. Теперь после вчерашнего просмотра номер два занятия по теряевке. Исполнение. Отсчет за лето. Исправится нарушителем устала. Видите, я бы мог не говорить. Мне говорят. Вы это выставляете. Говорите. К вам никто никогда не поедет, знает такие дела. Ну а что ты? Кота в мешке продавать. Я говорю абсолютно обо всем. Я совершенно свободный человек. И поэтому на меня кто нападает, они рабы чужого мнения. Заложники системы. Патриархийные. Еще там отделы миссионерские придумали. Это уже дважды рабы. Он на рта не раскроет. Там против священства и против всех заблуждений. Я говорю, все как есть. И вот он увидел, и теперь мнение уже другое. Так. И других после этого ролика, где вы рассказываете о Жизнице. Жизни Потерявки. Что община в деревне недружная. Ну да. А того, что видимо все заняты своими личными делами. А общие дела, такие как дорога, озера, делаются только вами и некоторыми жителями. Ну вот так. Он увидел, что не так. Но у него идея. Ну здорово вообще. Рома, не отпускай идею. Притвори ее в жизнь. За малым дело стало. Получить статус. Еще немножко есть заброшенные деревни. Это 21 тысяча, я вам скажу. 21 тысяча. Выбирайте любую. Проводите дорогу, электричество. Получайте статус. Находите единомышленников. Но все-таки душа на первом месте. Если вы будете думать о душе. О том, что царство небесное да приедет. Воля Божия да исполнится. Вот тогда вы увидите, что это такое. В семье наведите порядок. Чтобы был мужик, не подкаблучник. Исходя из этого, сомневаюсь в воплощении идеи развития деревни. Идея заключается в совместной работе. К примеру, в сельском хозяйстве. Совместная. За малым дело стало. Я сейчас буду говорить, как это получается. Соединить усилия и организовать что-то вроде православного колхоза. Коллективное хозяйство. Здорово. Сталин это понял. А они не идут. Каждый своим хозяйством живет. А что делать? Раскулачить, отнять. И сколько? Черчин спросил. Солженицы. Он растопыренные пальцы черви свои, как говорит поэт один. Выбросил. 10 миллионов под нож пустил. Всю Россию туда. Никто не выполнил это. А как? 90% загоним в ад. Убьем. Жизнь оторвем. Но 10% все-таки загоним в коммунизм. Ну а как? А у нас-то нельзя этого делать. А ты только скажешь, что приходите, сегодня мы начинаем дорогу делать-то. И сразу скосауриться. Ни под каким видом не пойдет. А зачем это? Кому это нужно? Можно объехать в другую сторону. Вот так. А когда поселялся, нормальный парень был. Как-то когда он построил, сразу распрекся. Ведь когда вместе каждому удается работа по талантам, кому-то на тракторе, кому-то в торговлю, кому-то в животноводстве, то дела бы пошли лучше. Здорово. Но теперь осталось только одно. Мыши правильно рассудили. Кошка страшнее зверя. Страшнее кошки зверя. Нет. Это правильно. А как? А колокольчик ей повесить, говорит. И как она идет, крадется и сразу звенит. Согласились, все проголосовали. А только один вопрос не решат. А так тоже и колокольчик вешать будет. И вот здесь вот. Ну покажите пример-то. Милости просим. Где-то там, где живете. Ну найдите землю, людей соберите, чтобы не надомысленно были. И дальше распределяйте. Ну кому на тракторе, а кому в торговлю, а кому в животноводстве. Понимаете, вот. Да значит ему, тебе свиней разводить надо. У нас сказали, от свиней запах такой. Деревню-то все заполонили. А две свиньи. А один уже завел сто свиней. И он увел свой, говорит, колхоз к лесу ближе, к садам. И от него ни запаха нет. А другой, с другой стороны, он чем ближе от дома отодвигается, он ближе к пруду. И на склоне у него все стекает. В озеро пропало. Это на бумаге только ровно все. А ты на деле посмотри как. Он сам стал не ходить на вечернюю службу. И дети не ходят. Он всех отбил. Да не только не ходит, он натравливает против. К нему едут все без пояса. Вы какую-то форму будете иметь. Это что? Стерликов ему разницы никакой нет. А у нас правила. И мы это выдержали. Правила. Женщины без платочка не должны быть. А она натравливает. Жена семь ребятишек. Сбунтовалась внезапно. Как сатана, говорит, под юбку залез. И все, развод. И выехала. И он один. Пузырек сидит, говорит, на своих дрожжах. И что ты сделаешь? А ничего не сделаешь. Ничего. А у ней сразу находятся те, которые не ходили в храм. Они сразу объединяются в одну компанию. Да мало того. Поселился. Сын никакой почти все время спрашивал. А верующая нет. Дима, Митя, Дружинина. Отец приехал подполковник милиции. И у него все какие-то заболевания. Он лечится. А там у нас хрена много. Он корешок хрена берет и разводит 3 литра спирта. Он лечится. И каждый день лечится. И ничего не сделаешь. А дальше строчит бумагу. Идет в прокуратуру. Все сдает. Он создает такую самотоку. А к нему находятся 2-3 месяца. Уже прилипли. Недруги. А я Лапкину найду место. Я его отправлю куда надо. У меня знаешь какие дела? У меня знаешь какие знакомства? Он открыто говорит. Я много зла могу вам сделать. Этот хряк грохочет стоит. Я много зла могу вам сделать. А кто? А у меня начальник УВД края. Генерал-лейтенант Чернов. Ну и дальше перечисляет их всех. Начал воевать. Мы стали молиться. И это сразу генерал-лейтенанта под суд. Торгует квартирами. Сразу все полетело везде. А ему и темечка. Инсульта его нету. Ну ваша молитва-то достигнет этого? Нет. Мы никому пальцем не прикоснулись. И те, которые воевали, ничего нет. Он воюет. Его катастрофа. Одна, вторая. Приезжает нормально. Женился. А у нее муж погиб. А у нее вшитая ампула, говорит, торпеда. Он начал гулять и пить. И пьянец нашелся такой же. С ним соединился. Вот, пожалуйста, компания пьянец. И ты уже ничего не сделаешь. Ничего. У нас только молитва. На первом месте молитва. У нас священник есть. Крестный ход и никого нету. Вымелось на другой день. Это вы идея. У нас не идея, а практика. На месте. И каждое воскресенье занятия. Как только погода позволяет, окрестные села едут на благовестие. Машин 5-6. Но не забывай, что тебе надо кормить семью. А что-то держать надо. Вторник молочный день. Едут в Барнаул за 150-200 километров. И надо продать. И в этот день вернуться. У тебя скотина. Кто кормить ее будет. Кто встречать, кто доить. За этим столько стоит. И каждый едва-едва успевает. Вот один сто свиней. Два поросенка. И они должны еще делиться одинаково. Один и крапиву там косят. А другой ничего не делает. Ходит. Давайте объединимся. Самый правильный путь. Это тот, когда каждый за себя. Ну, мне трудно одному может быть. Мне скучно. Господи. Я не прошу, но ты сам знаешь. Я тебе сделаю. Ложи, спи. Усыпил его, дал ему жену. И что? Жена его подвела, говорит, под монастырь. Теперь только в монастыре спасаться от женщин. Ой, сына родила. Теперь нам лучше будет. Второй сын. Совсем хорошо. Но сына убивает один другого. Вам называть имена, фамилии? Адамов Адам Господьевич. Может еще навеличать как-то? Иугович. А сколько лет Роману этому? Не знаете? Не знаю. Но видно, что человек может многое сделать в идее. К примеру, определить налог на развитие деревни или колхоза, зарплату и так далее. У нас это было. У нас каждый платит, должен платить 50 рублей. 30 было, 50 в месяц в месяц рублей. Ну какие это деньги-то? Деревенская. А я не буду платить. А я буду жить как хочу. Все. А один не платит, а другой. А я зачем буду платить? Я не буду платить. И платят десятину только два человека. Наконец третий начинает платить. И у этих, которые платят десятину, у них самое сильное хозяйство. И у него и пашня, и четыре трактора, там три машины. У другой, который не платит, у него этого нет. Нету. Этот везде к нему все заезжают. И заместители губернатора. Так этому никто никогда не заезжает, кроме нарушителей устава. Наконец родственник приезжает. И он нашу молодежь берет, едут. В один день научил пить и курить. В один день. Все выпили, закурили. А теперь разбирайся, ему бумагу неси. А вы отвечать за него будете. Вы приглашаете. А ты еще и церковный сан имеешь. Тут вообще за этим. Налог, зарплату. Вот это зарплата. Выбрать начальника, бухгалтера. Ну все как положено. Ну как положено. Мы решили отделиться. А сельсовет, а свой сельсовет. И сколько не ходили в думу, здесь, в законодательное собрание, ничего не могли сделать. Хотя, чтобы был сельсовет, не оговорено нигде в законе. Сколько количества людей должно быть. А если тот против, допустим, сельсовет, чтобы вы были отдельно. И вам уже нельзя выйти. А что не против-то? Ну, с вами вместе отходят какие-то земли. Или, допустим, сыродельный завод. А у нас ничего нет. Вообще ничего еще нету. Хотя, мы против. И они сразу зашевелились. А у них там конопля растет на полях. Они наркотиками торгуют. Не можем теперь отбрехаться от них. Милиция едет. Это идея. А за идеей этого ничего не видно. Милиционер идет у меня по ограде. А вот конопля растет. Две там растут дудки. Ну и что? А я могу вас двигать на вас. Подать в суд. Я говорю, попробуй. А другой выходит. Дети, детский лагерь. Ничего не нашли. Педофилы там сказали. Услышали. Я пристал. Это кто педофил? Да нет, я сказал так. Кто сказал? Они сразу хвосты поджали. Понятно? Да ладно. И милиционер по-хорошему. И председатель совета по-хорошему. Приезжают. Ну таких людей бог ставит-то. Даже оброненное слово мы не пропускали мимо. И наконец возникает гонение. Детский лагерь. 15 краевых комиссий в течение двух месяцев. Это чего-то стоит? И полностью выстояли. Теперь они нанимают газетчики. Пишут. Снимают на фильм. Ничего не сделаешь. Подают в суд. Три процесса все выиграл. Вы это будете делать? А в идее-то ничего этого не предвидится. Там ничего нет. И дальше. Можно посадить сад. Облагородить озера. Запустить рыбу. Да много чего можно придумать. Запустили рыбу. Пробовали пруды восстановить. А милиционер оделся в форме. Пришел. А мы наняли там коров. Резали. Платили. Чтобы им. Все наняли. Официально. Выписали. Бумага заплачена. Он пришел забунтовал. А вы что копаете? А кто позволил? А трактористы вылезли. А вы знаете. Там на дне может быть стратегический кабель. У нас потеряевки в стороне. Вообще. А они мужики не стали. Сразу звонить своим. Приехали. Трактора опять погрузили на платформу. Все осталось. У нас все пропало. Но он понял. Понял что-то не то. Прибежал к моей матери. Марию Егоровну. Я что сделал? Та работа-то остановилась. Наверное черт меня попутал. Действительно так. А потом будет по деревне бегать и искать. Спрячьте меня где-то. Игнатий меня хочет убить. Ему говорят. Да он же в Барнауле. Нет. Он здесь где-то ходит. Он ищет меня убить. Дружинин Геннадий Петрович. Ленинский район. В милиции. Где он работал в Барнауле. Нету его. А сколько он горя принес. Так. А в нынешнем состоянии общины каждый себе сам. Тут и зависть и гордость может возникнуть. И община перестанет быть общиной. Ну ладно. Она была и останется общиной. Община-то не общий. Что у нас? Котелок общий. А общий смысл спасения во Христе. Православную веру сохранить. В чистоте не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. О, как много это. Сразу проявились и пьяницы, и воры, и матершинники. А вот это главное у нас стояло. И наконец все это исчезло. Последний пьяница съехал. Хорошо построить общежитие. Что-то вроде малосемейки для приезжих. Те, кто хочет посмотреть и пожить православно хотя бы годик. Пожить. Посмотреть. Кто-то должен их кормить, а они будут подсматривать. Ну, постройте. Постройте у себя селение, сделайте, постройте. Вы понимаете, что вы говорите? Это фундамент заложить. Когда ничего нет, все лопатами. Огород первого лопатами вскапывали. Теперь хотя трактор есть. Поля обрабатываются. Все помаленьку. В один день разбогатеть, как Березовский. Это значит ограбить. Кого-то надо. Организовать трудовой лагерь для юных и молодых. Это есть. Общежитие строят на два крыла для одиноких православных мужчин и девушек, а для семейных тоже отдельно. Ну, эти два крыла они ночью соединят сразу. Птица-то под себя крылья. Это два крыла. Ничего этого нету. Своя жена. И один стал ходить к чужой жене. Две семьи развалины. Вот два крыла какие-то. У сатана свои перепончатые крылья. А то сложно безбожном миру найти православного друга, супруга, супругу. Вот он найдет. Ну, рядом здесь. Это как в детском лагере. На втором этаже девочки спят, а на первом мальчики. Утром приходят воспитатели. Все они до одного спят на втором этаже. Ну, вот и все. Так это взрослые. Эти люди тоже могли бы работать в колхозе и получать зарплату ученическую. Или специалисту, как полагается. Ну, как именно? Какая зарплата? От кого? Ничего нету. Ничего нету. Нуль. Каждый свое молоко едет продавать. Свои сливки. Надо пропустить. Подоить. Кто? Давайте вместе в одно место молоко сливать. У одного 30 коров, а у одного одна. И мы вместе будем мешать. Один добавляет разное, чтобы молоко было вкусное. Там и свекла, и сахарный кормят. А у другого ничего нету. Совершенно ничего нету. Одна коровенка и та сдохла. Желающие переехать в деревню, навсегда помогать всей общиной строить дом. Как это делали раньше. Ну да, делали раньше. Народ был другой. Строили раньше. А кто тебе будет строить? Какой дом? А вот ты своими силами. И покажи, на что ты способен. Нам никто не строил. Каждый начинал сам. Еще теперь он будет строить. А когда у него дальше он работает уже. Сады надо. Да, сады надо. Деревья. Вот мы сколько в прошлом году возились? Ни копейки. Никто не заплатил. А мы работали не менее по 16 часов в день. Лагерные. Городские. И дальше выехали. А теперь надо смотреть пруды. Будет не будет снег. Заполнит. Рыбу купили. Она начала расти. Купили. Мальки. Они выросли. Промерзло все. Ни одной рыбины нету. Углублять надо. Углублять помешали. Больше не можем достать. Сухой год был. Вода ушла. И можно было углубить озеро. Сейчас ничего этого нельзя сделать. Она никуда в жижи-то не уходит. Так. Тут же определился и создать устав, что дом переходит в собственность только после выплаты его стоимости. А он не выплачивает. Ему построили дом. Он живет. Сколько было разговоров, когда вот в советское это время. Прияли на работу. Дали квартиру. Все перестал ходить на работу. Закон гласит выселить. Как милиция там выселяли таких. Но здесь ничего нет. У нас никаких рычагов нет. Он пьет. Жена плащет. Мать плащет. Еще ничего не делать. А что я могу сделать? Ничего не сделать. Он пьет. Пьет и в общине находится. Да ладно уж. Запился да и ушел совсем. Ну смысл примерно таков. А подробности можно, нужно прорабатывать и согласовывать всей общиной. Все составили. Уставы приняты у нас. И на другой день его начали нарушать уже. Понимаешь, что сложные гонения возможны со стороны Московской патриархии. Ну да. И они это делают. Пакости делает. Самые большие Московская патриархия делает. Ужасные. Как будто бы все собрались для того, чтобы делать пакости. Представьте. Нам в соседней деревне директор идет навстречу. По дешевке покупаем коня изумруд. Хороший конь. Там кто-то пугнул или еще порвалась веревка. Карабин отлетел, ударил ее по ноге и раздробил. Кали. Дальше некуда. А ее едва купили корову. Это не просто так. Потом шесть овечек. Там яма ее не досмотрели. Упали шесть овечек в одну яму и все погибли. В воде. Дальше. И знаю. И знаю, что как только люди развиваются, тут же появляются желающие присвоить чужие плоды. Да. Смысл всего этого не для обогащения мирскими благами, а с возможностью зарабатывать на эти деньги, печатать книги. Ну, печатать уже не надо. Никто не помогал. Но кто помогал, то надо Библию. Библию. Создавать возможность людям приехать к вам для православной жизни. В общем, на Божие дело. Также был бы хороший пример для всех. Бог вам в помощь. Нам в помощь. А сам все. Это когда протопоп Аваку вернулся из ссылки из Даурии. Ну, и артищик ему там тоже деньги слиет под столом. Говорит, а ты-то что? Боюсь. На ночники. Вот мы как могли. На большее мы не способны. У нас нет большего таланта. Нет нигде примера. Мы бы съездили, посмотрели. Но рядом другая деревня строилась. Приехал человек, я не знаю, 48, кажется, грузовых машин только у него. А там мимо. У нас вообще ничего не было. Ни велосипеда. Ничего вообще нет. И та деревня, двухэтажные дома начали строиться. Все полностью разрушилось. Стали пить, курить, блудительствами. У нас цемент есть. Цемент это вера православная. Я отвечаю. Римлянам написано. Ибо царствие Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во святом духе. Вот это вот если будет, тогда будет остальное. Второй фессалоникийцам. Не пище и питье впереди, что там говорил, только о пище. Вот будут они иметь, будут. Ничего они не будут иметь. Они все пропьют. Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится царствие Божие, для которого и страдаете. Это царствие Божие. Для царствия Божие, тогда это можно понять. Стоит это перетерпеть. А если этого нет, и нападают, и пакости всякие творят. И все люди, которые приехали, это еще между собой будут что? И за детей ссора будет. Один знает, как прививать яблони. Все, все прививку сделал. Вокруг яблони, ранее так ни одной зайцы не трогали. А это все сгрызли. Чем она отличается? При войне неизвестно все. Наконец, одни сохранил он. Два года прошло, такие яблоки идут. Ребятишки ночью гуляют в сад, залезли. Когда сказано, дети в темноте, чтобы не ходили. Залезли, все порвали, там поломали. Дети. Ну, как Балтиц это писал, осмелились его назвать отцом. Она решила дерево спилить, а потом совесть замучила. Ребятишки приходили, залазили и рвали. Она решила дерево убрать. А это ровное место. Вот и покажи, на что ты способен. Кто кому помогал? Каждый строился сам. А как Ермак заселял? Как Хабаров? Первое, Калифянов. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Да это, собственно, Александр Невский говорит. Не в силе, а в правде. Или не знаете, что неправедные Царства Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки и ни мужеложники. Царствие Божие не наследуют. Вот это человеку надо говорить. И богатый ты, и олигарх ты будешь, нет. Некоторые думали, он разбогатеет здесь. Ничего нельзя сделать. Это крепость. Каждая душа крепость. А у нас рычагов вообще никаких нет. Только что до причастия батюшка не будет пьяницу допускать. Больше ничего не может сделать. Потом собираемся, беседуем, говорим. Иван Геод Луки и скажет, вот оно здесь или вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Вот так, внутрь. Вот об этом Царстве мы заботимся. Посмотри, какой у нас щинный порядок. Какие люди. Вам это видно. И как Господь позволил этого составить команду. И как мы проехали, ну буквально всю Европу. От Владивостока до Лиссабона. Пройти Турцию, Прибалтику. И везде дарить книги. За это время все было издано. Как началась деревня. И детей я поражу смертью. И разумеет все церкви, что я есть испытующие сердца внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вот так. Знаю, что Господь такой. И мы еще живые. Это чего-то стоит. Это не просто так. Полторы тысячи заявок было приехать. Желающие. Всем ответил. Ответил всем. Надо, чтобы были средства. Соответствовал пяти этим пунктам. И только два человека. Из них останется один. Четверин примерно ответили. Это полностью сказали, что подходите. Деяние. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости. И поставим на эту службу. Вот таких людей найдите. Даже на патриарха, чтобы избрать. Вот поэтому, если бы избирали, был бы другой патриарх. Совершенно определенно. Определенный. Какой? Изведанный. В общем, в благодеянии, во всем. Исполненных Святого Духа и Мудрости, которые не подыгрывают никому. И поставим на эту службу. Пускай такие приезжают. Итак, Рома, пожалуйста, милости просим. Когда деревня у вас будет основана, получите статус, пригласите нас в гости. И мы посмотрим, насколько это можно было сделать. Надо показать, что у нас есть страничка. В моем мире, вот как она выглядит. Посмотрите. Сколько видео у нас здесь? 2 914 видеороликов. И 18 916 фотографий. Видите, какие богатые. Мы очень богатые. У нас есть, что показать. Ну и дальше у нас есть форум. Вот он как. Это 1580 разных тем. У нас работа идет. Большая работа. Ну а это у нас видеоканал. Ну он не очень большой. Недавно года 3 еще нет. И 4200 видеороликов. Наших, не чужих. Ну и что? Сколько просмотров? 2 349 338 просмотров. Да, подписчиков. И 3231 подписчиков. Даже это, и то это работа. Это большая работа здесь. Каждодневная надо, чтобы работать. Ну вот вчера меня спрашивали по патриархам. Вот она стоит. Как называется? Зачем патриарх ходил в городдуму Москвы? Судьба? О судьбе. Ну и 30 числа. Вот зайдите и посмотрите. Уже фактически пришел ответ. Вот занятия в Потеряевке. Уже седьмой номер выстоял. А сколько их будет? Ну примерно 120 занятий. То есть у нас работа есть. Все время вот служба идет. Златоуз считается. Ежедневные ответы здесь. Еще тут все. Кто-то зашел. Вот сейчас только пока говорили. Николай не гоголь. Что он говорит? Так. Тут не полностью. А? Откроется или нет? Если откроется, можно прочитать будет. Дальше. Прочитай. Этот сеанс по скайпу напоминает анекдот. Встречается двое глухих на улице. Ты куда? Собрался? В баню? Да нет, я в баню. А я думал, ты в баню. Ну вот как понимаете. Вот какой отзыв дается? Что он означает? Два глухих. Я ответил как есть. Меня попросили. Я ответил. Ну вот человек дает комментарии. Что он говорит? Теперь его спросите. Кто глухие? Он только задал вопрос. Больше он ничего не говорит. Я отвечаю. Какие глухие? Откуда? Я даже не понимаю, о чем вопрос идет. Вот такие и жители. И в деревне. И он будет все время что-то против говорить. Ну вот и все. И кроме того, у нас есть еще и сайт. Вот такой большой сайт. Вот здесь 55 папок тем. Каких? Вот сколько вопросов, ответов. Здесь все наши книги. Вот. Посмотрите. Есть буквы. Насчитано 50 книг аудио. Приходите. Смотрите. И ткнешь только на православный форум. Здесь вот нажал сразу на видеоканал. Богу нашему слава вовеки.